Что, Владимир Ивашкин? Фу, ё-моё, Владимир Полозов! Главный бой вечера! Финальный бой сегодняшнего турнира! Встречайте, боец красного гуринка, Саган Моцалой! Ого! Внушительных размеров боец! Бой пройдет по правилам бокса! Разрешили Владимиру Полозову выступить в Красноярске, в родном городе! Ну, как в родном? Красноярск, естественно, центр, окраин! Пописал контракт Владимир Полозов с хардкорной организацией! По боям, по кулачной бои, да, он сегодня рассказывал мне, приходил много раз, помогал комментировать! Максимально первичный выиграл! Ну что, встречайте! Его соперник, боец синего гуринка, Владимир Ирландец Полозов! Ирландец! Карьеру свою начал в ЕПБ Файт, Сибиром Паун Шоу! Выиграл кучу боев, стал популярным, известным, любимым и спорным. Многие его любят, многие его ненавидят. Я лично с ним знаком, два пояса у него. По-моему, Володя говорил, что здесь будет тоже пояс разыгрываться. Либо ему придется один отдать, либо ему новый дадут. ЕПБ Файт, да, я видел. Второй пояс ЕПБ Файт. Двойной чемпион! Владимир Полозов! Несмотря на его антураж, на его пафосность, душевно простой, обычный парень. Да, разрисовал себя, конечно, там у него и волки, и рукопашный бой. И крест я видел, даже на лбу что-то написал. В общем, такая, да, специфическая личность, я бы сказал. Похож чем-то на Конора Макгрегора. Бой по правилам бокса в прошлом году. ЕПБ Файт 8. Владимир Полозов, ирландец, провел за один день три боя. Бойцы готовы показать нам настоящую битву! Битву с силой! Ну что, Володя, давай! И пусть победит сильнейший! Родила у него сегодня корова, теленка. Не сегодня, а на днях. Поэтому деньги ему нужны, это денежный бой. Не такие большие гонорары в этом бою, но он их заслужил. Но шанс, вы, как вы всегда знаете, есть у каждого проиграть. Вот его соперник Захар Мацалай, который, да, в красных перчатках. Вот он мне лично неизвестен. Его манера боя. Опа! Но вот это уже, что за удары, парни? Нам нужны жесткие, сильные, хорошие удары. Тем более, это главный бой, и мы сюда пришли не на это посмотреть. Давай, Володя, разгоняйся уже. Я думаю, сейчас судья остановит и призовет их к жесткости и агрессивности. Будут ли жесткие удары? Потому что вот эти по... Ну нет, ребят, так не пойдет. Ну вот честно скажу, да. Я хоть и независимый комментатор, но вот такое я смотреть не намерен. Володя, давай, не расстраивай меня. Дай ему жестко, чтобы он сел и домой едет. Все правильно, Артур, вмешайся. Объясни ребятам, что это бои. Да. И если они биться не будут, мы на них смотреть не будем. Нужен хороший бой, это главный бой. Андрей, ну вот то, что сейчас происходит, мне лично не нравится. Это главный бой, я считаю, ребята должны здесь работать по полной. По полной. Ты думаешь, что они не по полной работают? Но я это вижу. Я вижу, они легко друг с другом работают. Вот сейчас, да, начинает, начинает взрываться Володя. Но я ни разу не видел, чтобы Володя не на максимум работал. Но то, что было в начале, вот сейчас, да. Вот смотри, да, начал уже попадать. Я понял, таким образом он давал немножечко фору своему оппоненту. А может присматривался просто? Может, да, давал поработать. А не по правилам бокса, да? Я знаю, да, да, по правилам бокса, естественно. Слушай, а мне кажется, Володя технически вырос, да, маленько? Вырос, но вот в удары бы ему вкладываться бы еще. Оппонент, я же говорю, неизвестный, он дебютант. Ну, насколько я помню, этот оппонент уже выступал. Где? А на Эпиби файт точно он выступал. А по сколько минут в раунд? Я знал, я в принципе знал. Вмешался Роман Скрябиков? Нет. Опа. А вот он, сюрприз-то какой! Ты знал? Да, да, я знал это. А я-то не знал, я-то не знал. Вот он, сюрприз. Понятно, смотрите, что произошло, дорогие друзья. Организатору, Роману Скрябику, это не понравилось. И он тут же нашел замену, и выходит какой-то вообще непонятный качок, я не знаю, где его нашли, наверное, только что со штанги стали. Он вызвался сам, он очень хотел, просил по правилам бокса подраться. А ему дали полосу. И ему дали возможность. И главный бой. Понятно, теперь вот, блин, а. Смотри, какая форма у него, посмотри. Даже меня вы разыграли, вот даете, а. А я уже давай тут сидеть людям расскажу, что боль фигня. Не могу же я сидеть обманывать людей. Понятно, теперь все, смотрите, на середине боя остановился, а тут же другого соперника нам нашли. Блин, и внушительный. Он на сколько весит, сколько он весит? Больше, 90 килограмм, насколько я знаю. Пипец, да? 91 или 92? Володя, куда тебя несет, не понимаю, а? Блин. Вот это да. Ну, хитрецы, даже меня разыграли. Интересное, интересное сейчас будет. Все сначала, блин, все сначала. Кто это? Хоть им это, скажите его. Или я все прослушал? Мы, наверное, прослушали. Ну ладно. Знаем мы ирландца. И надеюсь, сейчас... Будем называть его просто качок. Как? Качок. Качок, да. Так, 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 оп. Качок явно хочет выиграть. Я думаю, да, с нескольких ударов только хочет попасть просто. Айрландец, наверное, не даст такое. Владимир опытный. Да, попал качок, Володя. Что такое? Подзадышал маленько. Подзадышал. Володя, ну, надо заканчивать. Смотри уже. Слушай, ну, Володя все равно красавчик. Он всегда смотрится. Нет, не получится, наверное, закончить. Что такое? Тошнит уже? Да ёперный бабай. Что? Ну, в капе надо было хоть поработать было. Ага, решается рефери на... На ответственный поступок. Правила бокса. Должны давать 10 секунд. Я вообще не понял, что-то он... Он всё окислился, сдался или что? Или вырвало его? Задумчиво смотрит главный судья Евгений Полунов. Согласны они драться без капы. Главный судья не имеет претензий к ним. Хорошо, поехали дальше. Ну, с капой, да. Нужно потрясать. Он, наверное, её не сварил просто. Или чуть не проглотил. И Володя свою капу выкинул. Прям в толпу, как будто в лапешник прилетела. Слюнявая капа. Володя умеет, да, шоу закатить? Всё равно будет. Да, да. Всё по-честному. Опа, корпус обрабатывает, Володя. Но корпус-то хороший. Пресаг, смотри, укачка какой. Не забываем, что Володя это первый, кто пробился на IPB Fight в Лигу в Москву, на хардкор и пошёл дальше. И на клачные бои. Да, мы уже не раз сегодня об этом говорили. Кстати, ты провёл хороший бой тоже. Но если честно, я, конечно, видимо, от организации всего турнира я просто сдох. Я сдох, я не устал, я сдох. Ну, со стороны не было этого, видно, что ты прям сдох, знаешь. Хороший бой был. Володя с разных углов пытается донести свои удары. Не бьёт он его по лесу специально. Специально? Я думаю, да, он не хочет травмировать его. Зря, слишком добрый Володя, несмотря на всю свою устрашаемость. Видите, специально в корпус бьёт и всё. Всё, это вот ошлит нахрен. Всё. Будет ли второй раунд, да? Вы, ребят, должны заниматься каждым своим делом. Если ты бросил вызов ирландцам, ты хотя бы был обязан, был подготовиться. Хотя бы капу потренироваться, держать в зубах. Хотя бы её сварить для начала. Ну, может, ему просто никто не подсказал об этом. Может быть. Купил, надел и пошёл. Ну, всё, здесь ясно нам. Ну, да. Владимир ирландец остаётся неизменным, неоспоримым чемпионом, победителем, легендом ЕПБФАЙТ. В федеральном подлиннике сегодняшнего дня одержал Владимир ирландец. Молодец, молодец. Поздравляем. Поздравляем Володю, да. Поздравляем мы всю организацию. Тебя, Андрей, Романовский, Абикова. Это был замечательный день, дорогие друзья. Первый раз мы закончили вовремя. Первый раз. А сколько времени? Восемь часов. Восемь часов? Нифига себе. Мы первый раз, у нас всё по плану. Здорово. Крутая команда у нас из звукорежиссёров, операторов, команда всех волонтёров. Много было людей, сегодня зрителей. Нас слушаем. Качка? Давай, давай. Давай, давай. Да. Спасибо тебе за нагрузку. Она была классная. Я думаю, за следующий год. Я надеюсь, ещё покерюсь. Я надеюсь, я вам показал хорошее шоу. Ну, только соперника мы тебе найдём другого уже. Это точно. Всем спасибо, Артемия. Да, пожалуйста. Приходите ещё. Да, заявляйтесь к нам. Напоминаю вам, дорогие друзья, что завтра нас ждёт второй день. Файткарт более интересный. Не скучный, скажем так. Приходите в Сибирио на пауншоу, выставочный центр Сибирь, город Красноярск. Либо покупайте онлайн-трансляцию. С вами были на связи. Весь день работали Дмитрий Вишневский. Андрей Сидельников. Всем пока, ребят. До новых встреч. Пока-пока. Приходите завтра. У меня как раз шоу, сейчас не разрешите здесь, пожалуйста, по боксу. Но я скоро вернусь и пригомлю вас всех. Здесь моя жена. Солнышко, спасибо тебе. Володя Баранов, привет. Хочешь реванши строим. Здесь мои друзья. Володя Ревашкин, сибирский император. Спасибо тебе. Барановский Андрюха. Завтра бьется Самал Олеговича, брат, удачи. Андрюха Мадист. Это человек с моего поселка. Детям, которых я тренирую, он купил спортивную амуницию. Нам в школе ее не могли купить детям, а он купил. И поддерживает меня как спортсмена Андрюха. Спасибо тебе. В следующем году на Сибирь он пошел. Я уже буду свободен от контракта. И бой по боксу. Михаил Кокляев. Погнали. Я не Тарасов. Бегать не буду. Ребята, еще хочу поблагодарить свою команду, свою группу поддержки. Огромное вам спасибо, ребята, что вы сегодня были со мной. Спасибо всем. Друзья, на этом сегодняшний первый день у нас заканчивается. Завтра 9.30 мы начинаем. Сначала отсюда висты, потом несколько пар каратэ. И чуть меньше, чуть меньше пар ММА. То есть детей не будет, но сразу начнутся мужики. Будет очень круто и весело. В том числе, что бьется Владимир. Владимир, да. Владимир Римашкин, да, сибирский император. Я поберусь. Я приехал заперник с Москвы. Ну и будет восьмерка. То есть Косноярск против других регионов. Будет очень классно. Будет 8 поездов. Приходите. Ждем завтра. Сибирь, я пошел. До завтра, до завтра, дорогие друзья. До завтра.